такой довольно таки неблагоприятный район тут но видно что это какой-то большой большой завод опа вот он список выходных который балк оплачивает уже полтора часа на двери стою ничего не происходит виталий уезжает что просроченный продукт я привез на доставку ковыряется в носу людей так ну что я приехал вон там чекин получается делаешь я приехал 550 я забыл учесть что здесь время на час позже чем там откуда я выезжал так что сказали сидеть ждать в траке когда вы готова дверь позвонит того зеленый уже горит может быть он скоро увидит хотя до меня еще ребята стояли уже тут тут так что посмотрим время 8 30 утра я только-только встал на дверь здесь пломбу самому нельзя снимать представители но их представитель приходит снимает срезать пломбу открыли дверь а там один палет наклоненный чем наклоненный в левую сторону и назад короче какой-то поворот был правый быстро повороты он наклонился я не знаю как так ну как бы если резко поворачиваешь у нас также пищит и сразу отправляет сообщение герри но ничего не было знаю там вообще сам отправитель он же изначально пломбу поставил я даже не мог залезть внутри лот пар поставить но по сути лот бар бы не помог даже слот пар помогает назад не падала это бог наклонился чувак сказал ничего страшного посмотрел билет она не развалилась ничего просто он наклонился они сказали что пофиксит переберут все так что буду отдыхать так получилось что 6 часов прошло с момента как я за чекинился и как мне отдали документы вот первые два часа не оплачиваются балка за остальные четыре часа должны 60 долларов заплатить но скорее всего будет чуть-чуть спор но посмотрим пока загадывать не будем но тем не менее отвоюем это по-любому вот так что я документы в офис отправил сейчас пока не растаможку сделают я пошел за едой я здесь как-то раз тоже долго стоял ходил там какой-то кафе йемен ну йеменская или я не знаю как правильно сказать вот и этот там вкусная еда большие порции довольно таки дешево я ел что-то наподобие плова не помню не помню сейчас но сейчас пойду так визуально по менюшке думаешь что вспомню возьму покушать и назад трак вот так вот чуть-чуть по дитройту гуляю капот не родной походу такие колоритные домики я понимаю что сегодня воскресенье но что-то совсем пусто прям совсем какой-то парк тут аллея такая конкретно белка черная белка она не одна туда тут много ну мусора правда тут много повсюду грязненько хоккейный корт полноценный круто там трибуны а там бейсбольное поле здесь вот такая странная игровая площадка маленькая и есть три волейбольных пляжный волейбол круто чё там для меню футбола поле для тенниса баскетбольной площадке еще нету что ли зато есть небольшие рампы для скейтеров по ходу а вот трибуна а вот и поле такое ухоженное черно прикольно насколько я знаю это каштан он что-то мелкий я который видел в детстве был покрупнее гораздо довольно таки дешево у них меню я помню что кажется я просто развод это кусок было очень вкусно вот здесь как плов есть это ништяк шашлыки здесь еще вот прям конкретно форма шестолук чекен гиру ну и вот прям дешево еще вот этот хлеб реально вкусный тандер на печи печеный капец вкусно было назад пойдут другой дорогой между домиков такой довольно таки неблагоприятный район тут домики многие очень страшные хотя вот это у кого-то такой ухоженный домик хороший прям он прям выделяется на фоне прочих некоторые прям печальники детройт же раньше был у них автомобильной столицей здесь автомобильных этих производителей много завода было насколько я знаю многие позакрывались там прям по гуглу видно что вот он там где вот трейлер еще дальше там огромная площадка и там раньше просто сотни машин стояли готовых сейчас там просто но видно что это какой-то большой-большой завод огромный кстати здесь они просят оси подвинуть максимально назад так что на час подвинуть то я и забыл про них вообще выехал я с их территории стал вот так тоже вдоль дороги они просто закрывают ворота уже закрыли потом бы я не смог выехать короче теперь сижу жду чтобы растаможку сделали звонил сам я ну это брокерской компании там написано что это колл позвонил им назвал свой парс номер спросил какой статус они говорят что мы документы получили но мы еще не обработали стараемся быстрее потому что у нас сегодня необычно много именно мяса груза мяса короче поэтому мясные лоды у нас очередь короче так что жду наконец-то я получил сообщение что моя растаможка готова получил сначала сообщение от кол то что мои документы приняла канадская граница теперь прислали сообщение уже диспетчера что все можно пересекать ну как бы я уже тут все 10 часов отстоял жесть короче но ничего я посчитал я сейчас доеду до флайн джея там через границу там отстаю до 4 утра примерно как раз отосплюсь и под утро чухну и как раз успею доехать и все это зайдет в 7 число в праздник так что вот так вот а еще мне надо сначала заправиться но я брак заправить не буду чисто рифер заправлю чтобы так сказать не переживая ночь отстоять чтобы не это с голоду не умер я короче решил трак тоже заправить на всякий случай что потом уже не париться вот границу пересек все нормально вспомнил после границы что мне надо позвонить и узнать не назначили ли теперь инспекцию канадцы этот слава богу нет поэтому все по плану вот неприятная такая штука что аж мне сказал позвонил и сказал возможно тебя завтра разгрузят в смысле возможно ну типа завтра же праздники курнула поймут на завтра это поймут на завтра но типа надо предупредить заранее получателя чтобы это тебе завтра разгрузили позвони горит ему я конечно позвонил но так как уже вечер конечно никто трубку не взял и не знаю короче я по своему плану буду действовать как планировал посплю часиков до 3 и потом чухну посмотрим завтра чего будет это просто фиаско не 3 дождик разгулялся с таким ветром что прям шатает иногда опа иногда моргает так чтобы наслепнуть прям в кабине с утра становится жители а 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 повезло мне в конце с этим прицепом мне сказали его дропнуть надорвали это наш ярд в этом монреале кто-то другой будет доставлять завтра мне надо найти другой я сразу а вот этот он уже гружен и должен быть и документ должен быть тут он уже гружен но к сожалению лот-барах нету доехать аккуратно что там что-то высокая стоит слом ну ладно аккуратно поедем пломба не наши если бы наша пломба была я бы мог снять ее и свою поставить не наша пломба по нашей стороне все свободно а с той стороны пробка и ну не совру уже километра три наверное эта пробка идет я в ужасе не знаю почему там ничего такого не было не проезжал там местами ремонт дорог но у нас тоже были ремонты дорог чуть-чуть замедлялись ну чтобы вот такая жопа было это ужас время почти 6 вечера я на дракстопе петра пас ресторанчик по отзывам хвалят его и ну я внутрь зашел там цивильный так ништяк вот на улице ветер страшный трак туда сюда мотает погодка в губок как всегда я хотел показать что сегодня я почти все время выехал осталось 21 минута с 13 часов вождения да и по милям и сегодня накрутил 766 дней в 766 миль как бы это очень хорошо в праздничный день накрутить много миль это должно хорошо отразиться в пайчеке и если не забуду то следующем влоге который после пайчека выйдет я скажу какую сумму заплатили конкретно за вот это 7 число лейбардей это национальный праздник поэтому оплачивается там с бонусом по поводу груза у меня получается будет два дропа первый троп он идет здесь написал маска на то есть важно не опоздать и вот такой вот адрес мне сюда ехать осталось два с половиной часа что я не спеша не спеша ческов 5 стану соберу это поеду и второй дроп он едет уже на килл год вот он список выходных который балк оплачивает то есть если в эти дни ты даже не работаешь сидишь дома ты все равно получишь оплату там они как-то высчитывают за две недели предыдущие что-то там средняя что речет окон то есть если дома сидишь примерно 170 баксов кажется получишь если ты ездил в один из этих дней то твои мили еще умножается на полтора и это все суммируется и тебе оплачивается короче так что за канада да и по-моему я получил что-то около 500 баксов там там хороший так привалит бонус посмотрим сколько здесь за лейборда и будет весь город как на ладони и музыки время 750 я примерно 740 приехал очень быстро меня разгрузили все 1 до ливера есть выезжаем дальше время уже почти 6 вечера и на килл гол добрался сейчас трейлер тропаю сейчас буду лотбары забирать вон там видно один палет наклонился он не высокий еще как бы там я ничего не могу здесь я лотбары поставил они все держат нормально свое добро забрал и иду вот а вон он 109 109 трейлер он должен быть гружен и а пломба висит значит я сюда лотбар уже не поставлю позвонил спросил дали добро чтобы срывать пломбу спросил город следующий раз не надо звонить опять и спрашивать либо можно сразу срывать и все если это пластиковая пломба может срывать но положи ее внутрь трейлер если это металлический болт то тогда лучше позвонить ого короче думал думал я не придумал как это закрепить ну я туда его подальше просто сумму все я не знаю что с ним идет как бы и этот палет я сейчас еще стропа натяну чтобы сам палет стояла сверху коробки чтоб не скатились вот так поставил ну честно сказать ужасно загружен трейлер кстати не забыл это тот трейлер который я привез монреале у него вот эта штука отрывается короче вот здесь оторвалась все и он там следующее крепление он там прям рвется вдоль и я ехал вот так вот ну на удивление она удержала все это вчера ветром чуть на тракстопе не оторвало я увидел что там ветром прям вот так вот до сюда колыхает так что молодец резинка но я ее заберу а мне понадобится еще сейчас этот отправлю в шоп сообщение что вот сделают вот это требует ремонта явно делали уже на садим болтик неродной но плохо не сделали она оторвалась прям начало рваться я приехал на сиска разгружаться уже полтора часа на двери стою ничего не происходит но я чувствую что они даже даже не начали вообще я около часа сидел с виталий или болтали такая же ситуация мы одновременно приехали вот тоже пока даже даже не начали и у него тоже есть следующая разгрузка тоже рядом с кингстоном то есть мы примерно по одну маршруту пытаемся посмотреть что дальше будет тут у них сзади какой-то карьер что ли внизу посмотрел я в гугле оказывается это черное аутиное озеро чуть-чуть такого так называется там стройка какая-то идет он тот вот дошевелится видно короче он стучит туман конкретный виталий уезжает и остался один просто никого нет чувак который отдавал документы виталий сказал что я здесь еще часа три буду стоять так светофор победно моргает надо убрать башмак мне принесли уже документы но там интересно я покажу расскажу башмак вот так убираем и он должен гореть зеленый а если он горит горит опять без спор красный зеленый красный зеленый значит кто-то не до конца задвинуться и в таком случае он начинает орать печать там что-то такое но я сейчас чуть отъеду чтобы двери закрыть там все-таки заморозки вот эти два палета отказаны продукт то есть они отказались принимать там что-то уже и стекло срок годности что-то скорость течет короче не знаю я не хочу смотреть а вот это еще мне надо доставить теперь получается я лодбард куда поставлю а с этим что делать я не знаю вот документы которые он мне отдал вот здесь просто подпись вот такие да это все разные грузы это значит нормально вот это то есть это это refuse то есть они полностью отменили этот отказались короче принимать это потому что у него срок истечения август вот здесь надо посчитать кажется мало хватает вот здесь тоже надо посчитать а вот здесь получится тоже refuse что написал а в июле двадцатого года достигло уже я даже не знаю насколько это обычный случай так сказать что просроченный продукт я привез на достав ну чувак как бы относительно спокойно к этому отнесу он просто мне вручил бумаги все написал где чего спичер я позвонил говорю так и так что часть груза просто не приняли он сказал спросил типа это несколько коробок или прям полноценный балет и там тогда я говорю там два палета вот он говорит ох но если там много то ссоре я горько попрошу остановиться там ты сможешь при первой остановке остановись из фотки пожалуйста мне чтобы я уже начал типа клэйм как сказать претензию отправить и покупателю и вообще что с этим делать это куда-то потом по дешевке продаться или это выкидывает и так далее короче вот я уже остановился сфоткал отправил ему посмотрим что они там решат но я об этом уже не узнаю нет а вот полеты стоят доль стены поэтому на следующие разгрузки меня должны без проблем разгрузить я надеюсь мы все еду дальше мне час 45 ехать доехала я до доставки 2 пока двери нет мне сказали ждать какой-то из этих врагов улей потом не скажет вставать хочу хотел показать вот 28 числа я выехал дай проехал 500 этот день он заходит целиком в предыдущий пейчек то есть грубо говоря от этого типа я этого отрезаю сразу она уже ушло в оплату да вот все дальнейшие мили я посчитал сегодня это мой тринадцатый день в трипе и суммарно мили там примерно четыре с половиной тысячи с учетом того что я после этого поеду еще домой до ярда по факту средняя за пейчек то есть за две недели должно быть в районе пяти тысяч как бы четыре с половиной это не сильно плохо но тем не менее не айс вот поэтому я попросил дополнительные какие-то подработки так далее чтобы дополнительными вещами как-то пейчек выровнять вот так вот посмотрим я надеюсь что еще чего-нибудь после этого сделаю так как сегодня день уже все равно потерян чем не поработать чтобы уже меньше вернуться одежды пройти тест на ковид на въезде уже нет потому что я до трех по-любому не успею заехать на остров поэтому торопиться уже никуда и пейчек этот вот этот текущий недельный период он закрывается сегодня у нас среда он закрывается в пятницу то есть если я сегодня до конца отработать то четверг пятницу я дома в идеале я в субботу выйду и это уже начинается следующий пейчек и это тоже хорошо так вот туда не забрали здесь явно что-то прибавилось чего-то не прибавился такое короче и они разворотили уже коробки я как раз могу посмотреть что это тесто я на самом деле по бумагам видел так они понятны что это по бумагам видно что это тесто до 28 декабря двадцатого года непонятно тоже до декабря поговорил я с адамом спросил что делать ничего как можешь так закрепи я тебе говорит доверяю как-нибудь блин блин по идее гель-порт попросим еще бы 3 лот ворово так поставить вертикально хотя бы 2 у меня нет больше ну ладно я поехал на монтон дробь где-то на килл колде сегодня уже 10 сентября один с утра сейчас и я вот с монтона выехал на остров еду то есть я вчера привез на килл колд снова скорший вот этот трейлер с отвергнутым продуктом непринятым грузом вот его там на килл колде оставил а там сказал сегодня будет с этим разбираться вот и я-то мне дал еще там могут они две локальные разгрузки скил колда два трейлера на одну и ту же точку там буквально 20 минут ехать это вообще ништяк это несколько трейлеров ты приезжаешь один привез поставил на дверь говоришь у меня есть 2 я поехал за вторым приехал привез 2 поставил на дверь за это время примерно у тебя первым уже году его зацепил отвез на килл колд и вернулся за вторым идеально правда второй трейлер мне пришлось подождать там около часика у меня начало время уже уходить совсем в итоге не хватило времени чтобы ночью уезжать не на остров и тем более домой вот поэтому я там уже он для не нашел на трекстопе переночевал уже было поздно и вот сегодня по моему 10 утра 10 чем-то утром на время открылась и выехал как раз пройду сейчас тест тоже вопрос закроется не нужно будет потом париться приезжать ну все домой отдыхать сейчас по возможности если получится под сниму тест непосредственно где это проходит сам процесс не буду снимать табличка скрини и вот в этом здании уголке там обустроились ковыряются в носу у людей чуть-чуть неудобно мне снимать но надеюсь там что-нибудь видно будет короче сейчас они сделали там задняя дверь там заходишь садишься на стул типа ковырялись носу и все чуваки здесь стоят если что помогает консультировать что надо делать дают тебе номер сначала звонишь говоришь свои данные тебя записывать все этот и потом когда заходишь у них уже распечатано как это штрих-код с твоим именем который они клеят на пробирку вот ну чтобы ничего не перепуталась и дают тебе такую карточку сейчас покажу такую карточку дают то есть там твои данные и написано дата когда ты был протестирован и до какого числа эта бумажка на типа считается действительно то есть ты имеешь вправо в течение двух недель как раз чуть больше не проходить тест но желательно все-таки каждую неделю проходить это проблем не будет сейчас чуть-чуть изменилось у них они теперь результат доступный онлайн до этого они всегда звонили это было неудобно ждать звонка короче сейчас звонят тебе только в случае если у тебя позитивно то есть если ты болеешь так сам онлайн смотри и езжай вообще нам тракера можно проходить этот тест раз в неделю он кстати бесплатный если ты делаешь тестирование хотя бы раз в две недели то тогда ты попадаешь под исключение даже когда ты заехал и ждешь своего результата то есть тебе сделали тест но там день-два ждешь результат ты не должен не обязан проводить его в карантине если ты превысил этот промежуток две недели получается ты должен ждать результата своего отрицательного чтобы не болен в карантине то есть не можешь ни домой к семье ни в магазине ничего поэтому они советуют чтобы случайно не превысить этот промежуток две недели даже если ты дома сидишь отдыхаешь приехать через неделю еще раз протестироваться так сказать и потом уже чтобы в следующий трип ты поехал спокойно и нет не вышел за предел двух недель сейчас они получается ввели вот эту онлайн-систему проверки тестов результатов это мне кажется удобнее потому что первые разы особенно когда нагрузка у них большая была они долго звонили довольно таки было какое-то описание что может быть твой номер неправильно записали еще о чем ты просто сидишь и не знаешь как бы сам ты никуда позвонить спросить результатов не можешь нет нет такого сервиса они официально все пишут что по телефону мы никаких результатов не предоставляем вам позвонят когда будет результат готов все этом я думаю влогу конец всем пока тут кстати у нас около траквоша стройка полным ходом уйдет я думал что либо расширять парковку нормально может быть грунт сделать так далее может быть там закручивать что-то что-то толково идет оказывается делает гараж для дома на колесах который большой автобус крутой нашего президента компании у джека он его сейчас паркует в шопе что-то короче место не хватает его оттуда выселяют он решил здесь запахать большой гараж